здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш курс лекций по литературе меня зовут никита и сегодня мы поговорим еще об одном писателе 20 века это александр степанович грин настоящего фамилия гриневский и мы поговорим о наверное самым известными его произведений и вообще одном из самых знаковых произведений русской литературы 20 века это произведение алые паруса если вы даже ничего не слышали об этом писатель это скорее всего образ алых парусов у вас где-то остался в памяти что это был за писатель такой как уже сказали настоящая фамилия его была гриневский в детстве он был нелюдимым отстраненным угрюмым человеком учеба ему не очень давалось и он пытался восполнять это усердным чтением он читал приключенческую фантастическую литературу что позже проявилось в его творчестве он рано ушел из дома в юности он пытался устроиться на корабль но не все у него получалось не все шло гладко он перепробовал множество профессий побывал в разных городах назовем хотя бы несколько из них он был в одессе был в вятке в баку в пензе и так далее в общем жизнь его помотала по разным городам и весям и в один из тяжелых моментов ему очень помог другой наш известный русский писатель максим горький его в некоторой степени покровительство и помогло писателю дальше встать на ноги какие произведения и о чем писал александр грин основная тема его произведений эта тема свободной личности напоминаю что грин жил в то время когда свобода притеснялась были революции были гражданские войны и в произведениях он пытался как-то уйти от вот этой вот злобы жизни его герои это романтические исключительные натуры какие мы встречаем например произведения которые мы будем говорить алые паруса алые паруса это феерия феерия это особый жанр обычно он характерен для театра но в литературе это жанр в котором используются какие-то волшебные предметы и они помогают автору донести какую-то главную мысль таким образом алые паруса это феерия мы постараемся разобраться почему это именно так давайте начнем обсуждать сюжет этого замечательного произведения в самом начале нас встречают следующие герои лонгрен матрос ориона вынужден был оставить свою службу хотя он прикипел к ней душой и всем сердцем когда в один из рейсов да то есть сойдя на берег он не встретил своей жены мэри она умерла через какое-то время после рода роды прошли тяжело она родила маленькую девочку ассоль но требовались деньги на пропитание и она пошла к мэнерсу мэнерс это состоятельный человек города каперна где живут главные герои он владелец лавки и трактира она пошла к нему чтобы он помог ей средствами но мэнерс не захотел просто так расставаться со своими деньгами он просил за это любви но мэри ему отказала единственное что и оставалось это заложить семейное кольцо и она отправилась для этого в ненастную погоду что конечно же имела определенные последствия она простудилась и в дальнейшем умерла оставив ассоль без матери конечно же лонгрен когда вернулся на землю да то есть он увидел эту картину и он был вынужден оставить свои занятия он теперь промышлял другим он воспитывал ассоль и мастерил игрушки различные модели пароходов парусников и так далее он самостоятельно воспитывал эту маленькую девочку которая является главной героиней произведения что это за девочка давайте обратимся к ее характеристикам у нее были темные густые волосы каждая черта была выразительно легка и чиста как полет ласточки темные с оттенком грустного вопроса глаза оказались старше лица с детства у нее не было подруг и мы сейчас расскажем почему так случилось дело в том что через какое-то время мэнерс попал в неприятную ситуацию во время бури он пытался привязать лодку и неожиданно его начало относить в море в открытое море была ужаснейшая погода был шторм он сам никак справиться не мог но он увидел стоящего на берегу лонгрена и он конечно же обратился к нему он молил его о помощи и лонгрен хотя видел что мэнерс в опасности он никак не реагировал он просто смотрел мэнерс молил его о помощи он обещал ему деньги под конец он сыпал проклятиями но лонгрен был непоколебим и в самом конце когда лодка уже почти скрылась из видимости он прокричал она ведь тоже просила тебя о помощи и он конечно же имеет ввиду мэри мэнерс когда-то не помог мэри в тяжелой ситуации и она умерла и теперь мэнерс оказывается в похожей ситуации но судьба не позволила ему умереть он его так и металла по этому морю его подобрали но конечно же из-за непогоды он очень сильно заболел да то есть и практически жить ему оставалось недолго он в итоге умер но перед смертью он рассказал о том что лонгрен хотя имел все возможности он не помог ему в трудную минуту и теперь к лонгрену было соответствующее отношение и раньше лонгрен был таким нелюдимым человеком обособленным отстраненным жил как бы где-то отдельно а сейчас к нему относились с ненавистью и презрением как к человеку который как будто сам убил мэнерса ну и такое же отношение перенеслось и на соль а соль теперь не встречала никакого понимания она пыталась сойти с людьми но никак не получалось и поэтому она росла без подруг отец научил ее читать и писать она много читала много узнавала из книг она была мечтательной романтической натурой в один прекрасный момент с ней произошло вот что отец снова сделал игрушки и отправил ее в город чтобы их продать и девочка пошла в это путешествие она решила посмотреть какие игрушки приготовил отец потому что некоторые скорее всего он сделал пока она спала и она увидела замечательный корабль с алыми парусами она такое еще никогда не видела и она захотела немножко поиграть она разыгрывала настоящие сцены там как будто капитан с экипажем корабля и мы утверждаемся в том что действительно а соль это незаурядная романтическая личность она решила спустить корабль в ручеек но он неожиданно уплыл она попыталась его догнать и встретила его только у устья углубившись в лес и там ее ждал старый эгель собиратель легенд преданий и он вручив ей корабль обратно эту модель он сказал что а соль когда ты вырастешь точно такой же корабль только настоящий с алыми парусами с принцем на борту придет в каперну и этот принц заберет тебя с собой вот после такого рассказа она воодушевленная возвращается домой и рассказывает конечно же отцу о том что услышала отец все понимает он говорит да наверное когда-нибудь это случится раз он рассказал тебе об этом но он надеется что она об этом забудет когда-нибудь потому что понятное дело это что-то такое невоплотимое какая-то такая мечта то есть этот корабль с алыми парусами это такой синоним невоплощенной мечты которую сложно сделать и неожиданно этот разговор между отцом и дочерью послушал некий нищий и затем он рассеял вот эти слухи по городу и теперь надо с солью начали посмеиваться называли ее полуумной сумасшедшей корабельная соль все время дразнили и говоря вот твои паруса приплыли да то есть или они плывут вот так они к ней относились но что же произойдет дальше воплотиться ли ее мечта или же это будет всего лишь плодом воображения мы узнаем во второй части нашего занятия а на этом наш урок подошел концу спасибо за внимание до свидания